Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится тыква, 300 грамм. Тыкву разрезаем, удаляем мякоть и семечки. Очищаем. Натираем тыкву на мелкой терке. Просто натрите тыкву и добавьте 2 яйца. Так вкусно, что я готовлю всю осень и зиму. Невероятно вкусный пирог из тыквы. Мне очень нравится этот рецепт из тыквы. Здорово и вкусно. Готовится за 10 минут. Тыкву полюбят все, даже дети. Можно подавать как на завтрак, обед, ужин, так и на перекус. Когда хочу порадовать своих близких вкусным блюдом из тыквы, то готовлю вместо надоевшей каши из тыквы простой, быстрый рецепт из простых и доступных продуктов. Завтрак за 10 минут. Если вы не знали, как приготовить тыкву легко и просто, это прекрасный рецепт. Завтрак за 10 минут из простых и доступных продуктов. Все уже есть у вас в холодильнике. Он такой вкусный, что я готовлю его весь год. Быстрый пирог с тыквой, который тает во рту. В миску вбиваем 2 куриных яйца. Добавляем щепотку соли, добавляем 150 грамм сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Взбиваем яйца до побеления массы и увеличения в объеме. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! 100 грамм творога, у меня 5% жирности, перетираем через мелкое сито. ПОДПИШИСЬ! 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Добавляем творог к яйцам. Добавляем 3 столовые ложки сметаны. У меня 15% жирности. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем натертую тыкву и снова перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 чайную ложку лимонного сока. Все хорошенько перемешиваем. Смотрите продолжение в следующей серии. Дыно и бока формы для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Перекладываем тыквенное тесто. Равномерно распределяем. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. Кварожно-тыквенный манник готов. Даем ему немного остыть. Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Тыква и простые продукты. Сытно, полезно и просто. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Просто натрите тыкву и добавьте яйца. Быстрый завтрак на скорую руку. Очень вкусное блюдо из тыквы на каждый день для всей семьи. Так вкусно, что я готовлю 2 раза в неделю, а хочу есть каждый день. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из тыквы нам понадобится 400 грамм тыквы, и тыкву разрезаем. Удаляем хвостик. Теперь тыкву необходимо очистить. Гениальный рецепт из тыквы на скорую руку. Вкусный рецепт из простых продуктов за 30 минут. Я могу есть этот суп всю осень и зиму. Готовить очень просто, а так вкусно. Если вы не знали, что приготовить из тыквы, этот рецепт просто находка. Он настолько вкусный, что вы будете готовить его раз в неделю. Нарезаем очищенную тыкву некрупным кубиком. Я никогда не устану готовить этот тыквенный суп. Все гениальное просто. Легкий и простой рецепт из тыквы, который никого не оставит равнодушным. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Отправляем тыкву в кастрюлю. Теперь промываем, очищаем 5 картошек среднего размера. И нарезаем кубиком такого же размера, как нарезали тыкву. Добавляем картофель к тыкве. Вливаем питьевую воду в таком количестве, чтобы она покрывала овощи. Отправляем кастрюлю на огонь. Доводим овощи до кипения. Убираем пену. Накрываем крышкой и варим на умеренном огне 10 минут. Тем временем в сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла. Разогреваем. А пока разогревается сковорода с маслом, кубиком нарежем 1 репчатый лук. Теперь слайсами нарежем 2 зубчика чеснока. Отправляем лук с чесноком в сковороду. И обжариваем до появления золотистости. Пока обжариваются овощи, натрем на крупной терке морковь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем морковь. Добавляем треть чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, добавляем половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки сухого молотого имбиря. Хорошенько перемешиваем и обжариваем до полумягкости моркови. Тем временем небольшим кубиком нарежем один плавленый сырок весом 70 грамм со сливочным вкусом. Перемешиваем морковь с луком и отправляем в кастрюлю с картошкой и тыквой. Туда же добавляем плавленый сырок и 200 миллилитров сливок 10% жирности. Добавляем пол чайной ложки соли. Перемешиваем. Ждем закипания. Накрываем крышкой и на умеренном огне варим еще 5 минут до готовности картофеля и тыквы. Тем временем обжарим одну столовую ложку кунжута на умеренном огне на сухой сковороде до золотистости кунжута. Процесс занимает буквально одну-две минуты. Теперь мелко нарежем зеленый лук. По истечении времени проверяем на готовность тыкву и картофель. Они мягенькие. Перебиваем суп блендером. Вот такая консистенция супа получается. Тыквенный суп-пюре готов. Подаем с зеленым луком, кунжутом и перепелиными яйцами. Можно подавать с сыром, с мясом и с домашними сухариками. Блюдо из тыквы получается невероятно вкусным. Гениальный тыквенный суп со сливочным вкусом и восхитительным ароматом. Вкусный рецепт из простых и доступных продуктов за 30 минут. Очень полезный овощной суп с уникальным вкусом. Никто не думал, что я готовлю его из тыквы. Вкусный суп на обед или ужин для всей семьи. Так вкусно, что я готовлю всю осень и зиму. Для этого вкусного рецепта нам понадобится 200 грамм тыквы. Тыкву разрезаем. Удаляем семечки. Очищаем. Теперь тыкву натираем на крупной терке. Просто натрите тыкву и добавьте 2 яйца. Так вкусно, что я готовлю всю осень и зиму. Когда хочу порадовать своих близких вкусным блюдом из тыквы, то готовлю вместо надоевшей каши из тыквы, простой быстрый рецепт из простых и доступных продуктов. Вкусное блюдо из тыквы за считанные минуты на сковороде. Жаль, что не знала этого рецепта раньше. Завтрак за 10 минут для всей семьи на каждый день. Отправляем тыкву в миску. Также нам понадобится 100 грамм сыра, у меня со сливочным вкусом. Натираем его на крупной терке. Немного сыра отставляем в сторону. Теперь сыр добавляем в миску. Берем 1 красный болгарский перец. Разрезаем на 2 части. У меньшей части удаляем плодоножку и семена. Нарезаем небольшим кубиком. Добавляем перец в миску. Теперь мелко нарезаем несколько стеблей петрушки. Добавляем петрушку к остальным ингредиентам. Все хорошенько перемешиваем. Теперь в миску вбиваем 2 куриных яйца. Добавляем 2 столовые ложки сметаны, 15% жирности. Одну третью часть чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем треть чайной ложки сухого гранулированного чеснока. Добавляем пол чайной ложки куркумы и половину чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Разогреваем. А тем временем к тыкве добавляем 2 столовые ложки овсяной муки. Перемешиваем. Отправляем тыквенное тесто в разогретую сковороду. Равномерно распределяем. Убавляем огонь до умеренного. Накрываем крышкой и жарим 5-7 минут до золотистости. Тем временем тоненькими кружочками нарежем 1 сочный спелый томат. Тоненькими кружочками нарежем 5 маринованных корнишонов. Теперь тоненькими колечками нарезаем 7 маслин без косточек. Прошло 7 минут. Накрываем тыквенный блин тарелкой. Переворачиваем. В сковороду вливаем еще 1 столовую ложку растительного масла. И опускаем тыквенный блин в сковороду непрожаренной стороной вниз. На тыквенный блин раскладываем помидоры. Теперь раскладываем огурчики. и маслины. Посыпаем отложенным сыром. Накрываем крышкой и жарим еще 5-7 минут до золотистости и готовности блюда. Пирог из тыквы на сковороде готов. Тыква вкуснее пиццы. Можно подавать как на завтрак, обед, ужин, так и на перекус. Если хочу приготовить быстрый завтрак, беру и готовлю тыквенный блин на скорую руку. Просто натрите тыкву и добавьте яйца. Быстрый завтрак на сковороде. Если вы не знали, что приготовить из тыквы, этот рецепт просто находка. Отличный рецепт из тыквы. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Пишите свое мнение в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok